Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как с помощью нашего оборудования получить сигнал 4,20 мА с какого-либо датчика. На доске показана схема. То есть мы будем в качестве измерительного использовать датчик LVDT, это датчик перемещения, который подключает нас к модулю 711. И для получения интерфейса 4,20 мА мы будем использовать модуль 7191. Ну и для контроля нашего мы возьмем датчик 7080, который как раз предназначен в нашем универсальном датчике для такого рода интерфейса. Ну, соответственно, этот модуль у нас висит в интерфейсе 485, в данной датчике на камере интерфейс. Верем на столе. У меня уже собрана схема. Вот, собственно говоря, сам датчик LVDT, датчик перемещения. Преобразователь 711L, 90R, 7174, он является как и мастером CT-CAM, чтобы запустить их, и также служит для того, чтобы подключить к ПК и настроить, сконфигурировать. Дальше, вот кусок показан. Для получения интерфейса 4,20 мА будем использовать резистор последовательный, так как у нас с модулей 7190R выходит сигнал напряжения. И дальше будем контролировать данный ток, будем с помощью модуля 7080i и смотреть на компьютере получившийся результат. Теперь, следующее, перейдем к настройкам. Мы подключили модуль 7190R и 7190i через одно отвердение. Так как 7190R нам изначально выдает сигнал напряжения, и его выходной диапазон равен от нуля до 5 вольт, то нам надо добавить продольницу протяжения, чтобы перевести этот сигнал в ток. Нам нужно получить интерфейс 4,20 мА. Сигнал с датчиком перемещения, LVDT, нам приходит уже в миллиметр. Так как модуль 7190R его переводит в миллиметр, уже выдает этот сигнал. То есть нам надо сопоставить сигнал от нуля до 20 мм. Ну, в данном случае у нас такой датчик используется до 20 мм. Чтобы он соответствовал, сопоставить его напряжение, но так, чтобы в итоге система сторонняя у нас восприняла его как 4,20 мм. Для этого вот мы ввели элементы. У напряжение, которое соответствует максимальному значению, это 20 мм, рассчитывается по формуле, как R входное, посторонний, да, скажем, по формуле системы, ну, на примере, если это не 8P. Мы знаем, что оно равно 120 Ом. Вот. Умножаем на 20 мА. И такое напряжение соответствует минимальному значению, то есть 0 мм, умножаем на 4,20 мА. Мы определяем это напряжение дальше. Но в настройках модуля 790R надо ввести два, для контрревой конфигурации, надо ввести два параметра. Это X максимальная, которая у нас соответствует... То есть X максимальная, которая будет соответствовать выходному напряжению 5 В. Здесь проведена пропорция, ну, таким образом мы составляем пропорцию, то есть мы знаем, что у нас измерение наше происходит в таком диапазоне. Нам нужно получить вот такое напряжение, мы составляем пропорцию и выявляем максимальное значение, которое мы вопьем, и X минимальная. Наши схемы мы использовали продольное сопротивление 20 Ом. Теперь, поставляя значение в формулу, получились там максимальное значение. У нас получилось равно 44,6. А минимальное значение получилось минус 5. То есть данное значение мы теперь введем в параметры в наше настроение. Для того, чтобы ввести полученные значения нами, мы воспользуемся в программу и диспетчер-устрой, выходим в свойства. По умолчанию 7190N называется как канал 1, канал 2. Открываем свойства, активируем вкладку «Повторитель». Для этого понадобится «Активация», включить повторение. Номер ноты мы укажем, тот, который он прослушивает, то есть 30-й наш датчик. 30 еще. И значение, которое мы получили. 44,6. Минус 5. Сохранить. Посмотрим, что получилось. Запускаем. Запустили контролируемый канал 71,1. То есть он нам измеряет 2 мм. Смотрим. И значение вкладываем. 78,1 показывает топ. В данном случае он настроен на измерение топлива. Посмотрим, вот датчик ОВДТ у нас. Изменяя его значение, мы видим, что изменяется значение на ОВДТ. Ну вот и все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok